День рождения города Сначала короткий анонс сегодняшнего выпуска. Квартала ждут переезда. Застройщик с расселением не торопится. Благовещенску 159. Вся неделя прошла под знаком этого события. Отмечать День города 2 июня традиционно начали с возложения цветов к памятникам отцов-основателей. Власти, духовенство, казаки, школьники и простые горожане с утра побывали у монумента казакам-первопроходцам. Затем переместились в переулок святителя Иннокентия и, наконец, к кафедральному собору, где стоит двойной памятник. Везде успели и мы. Праздник малой родины всегда один из самых заметных, поскольку, скажем, традиции на местах всегда хранят больше всего граждане, которые живут на этой земле. Поскольку, допустим, приезжие люди из Хабаровска или из Москвы, они, как правило, слабо себе представляют, что тут когда было. И, соответственно, это вот бремя и, может быть, честь лежит на тех, кто проживает, учится, работает здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Судьба города не складывается сама по себе. Ее определяют исторические обстоятельства и, главное, люди. Благовещенство всегда отличается профессионализмом, работоспособностью, талантом и умом, радушием и гостеприимством. А главное, чувством любви к родному городу. Те традиции, те мечты, с которыми жили, болели, страдали. Чувствовали, мечтали люди, которые ступили здесь на эту землю. Мы с вами продолжаем жить. Потому что, я думаю, даже в самых смелых мечтах этих людей не было того, что есть у нас сейчас. Поэтому я поздравляю всех вас с днем рождения. Я желаю всем нам, чтобы в нашей стране, наши земли навсегда оставались российскими. День города совпал с днем рождения 11 новых благовещенцев. 2 июня в городском роддоме на свет появились 6 мальчиков и 5 девочек. Познакомиться с ними отправилась исполняющая обязанности мэра Валентина Калита. В палатах у новоиспеченных мамочек побывала и наша съемочная группа. Ну что, я вас с удовольствием поздравляю. От себя лично, от всех горожан, с рождением ваших, с прибавлением в ваших семьях, с рождением замечательных детей. В палате у молодой мамы Оксаны сегодня не протолкнуться. Дочурка Алиса только появилась на свет, как тут же оказалась в центре внимания. Женщина призналась. О том, что накануне город праздновал свой день рождения, она и не вспомнила. Вообще, должны были первого родиться. Поэтому не ожидали, честно говоря. Честно говоря, забыли, что второго это вот такой вот у нас праздник. Поэтому, ну, наверное, это какой-то определенный знак, в силу того, что она у нас такая была активная в животике. Поэтому я думаю, что она будет очень активной, как наша горожанка Благовещенская. Всем мамочкам Валентина Калита вручила памятные подарки. Наборы детской одежды, домашнюю аптечку и даже цветы, которые в палате обычно под запретом. И все же ИО мэра отметила, самый главный подарок Благовещенке сделали себе сами. Главное, чтобы дети, которые родились и сегодня, и завтра, чтобы они были здоровыми, чтобы они были желанными, чтобы они были любимыми. Потому что, когда ребенка любят, у него все получается. Когда ребенка понимают, у него все проходит проще по жизни. Первый детский крик в день города в Благовещенском роддоме раздался в 6.50 утра. Последний в 20.25. За это время список Благовещенцев пополнила Даша, Валерия, два Ильи и еще семь малышей. Для нас, в принципе, 11 детей, рожденных за смену, это считается, в принципе, вариантом нормы. У нас бывает и 18, и 20 детишек рождается. Но это немножко меньше, то есть 3-4 ребеночка. То есть в среднем, в принципе, 10-12 детишек, которые рождаются за одну смену, это считается вариантом нормы. В субботу в Благовещенске частично действовал сухой закон. В радиусе 700 метров от места основных торжеств, площади имени Ленина, торговать алкоголем было запрещено. А в понедельник такой же запрет действовал на всей территории города по случаю Дня защиты детей. Впрочем, три торговые точки Благовещенска отличились. Не просто торговали пивом, а отпускали его даже несовершеннолетним. Проверить исполнение федерального закона вышли специалисты Управления потребительского рынка и инспекторы ПДН. В ходе рейда они навестили три магазина в районе КПП и во всех продавцы оплошали. За то, что не посмотрели в паспорт покупателей и отпустили алкоголь, они теперь заплатят штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Несколько кварталов в самом центре города в начале недели остались без горячего водоснабжения. Перебиваться без этой услуги им придется в течение трех недель. А все из-за того, что энергетики ТЭЦ приступили к плановому ремонту тепломагистрали этого района. Не стоит ждать горячую жителям квадрата улиц Ленина, Богдана Хмельницкого, Горького и Больничная. А также по улице Нагорной, переулку Угловому, в районе городской больницы и детской горбольницы. Горячая вода появится здесь только 19 июня в 20 часов. За это время специалисты ТЭЦ проведут ревизию всей запорной арматуры, обследуют трубопровод на наличие дефектов металла, заменят часть оборудования. Еще 9 частных домов в Благовещенске остались без воды полностью. А все потому, что их владельцы оказались чрезвычайно находчивы. Платить за жидкости с городского водопровода им не досуг. Они решили взять ее бесплатно. Незаконные врезки АКС стали находить все чаще, а потому с коммунальными ворами решили бороться жестко. Какими методами? Смотрите сами. 0,29, 85, 814. Маленькая пломба с длинным порядковым номером украсит не прибор учета. Вентиль собственника из дома на трудовой 131. Труба тоже его. Водопровод, к которому подключена, городской. Вот так в глубине трехметрового колодца и тонут мечты коммунальщиков на стабильный доход. Впрочем, не только они. В грунтом кармане лежит телефон. Телефон же постоянно с собой. Сейчас рации плохо работают. По телефону общаешься. Все, наклонился, телефон выпал. Лежишь, достаешь из воды, сушишь. Все. Снова и покупаешь. Сколько телефонов утонуло во время инспекции незаконных врезок, история умалчивает. Сколько потребителей крадут воду, коммунальщики решили не разглашать. Как часто в рейде удается пообщаться с виновниками торжества? Очень редко. А это вентиль на трубе находчивого потребителя из дома по Северной 47. Его тоже перекрыли и опломбировали. После этого счет обычно идет на часы. А то и минуты. Не успевает рабочий вылезти из колодца. Инспекторам уже поступил заветный звонок. Уже объявился человек с адреса, где мы только что произвели отключение. К четырем часам абонент подойдет, оплатит штрафные санкции за подключение к нашим сетям. И будет оформлять документы для заключения договоров. Я не успею прийти в этот канал, уже все будут там честные. Вся соль в штрафах. Пришел добровольно, позволят оплатить в течение полугода. В противном случае за раз. Коммунальщики имеют право выставить к оплате такой объем воды, который вытек бы из трубы вора за три года. В условиях круглосуточного, непрерывного потребления. Труба в 15 миллиметров только за полгода намотает 740 тысяч рублей. Это немало. Поэтому я рекомендую всем нашим жителям, потребителям, тем, кто у нас самовольно подключился, принять эту информацию к размышлению. И лучше прийти в добровольный водоканал, заключить договор. Потому что рано или поздно наши специалисты найдут. И не хотелось бы, чтобы это доходило уже до уголовных дел. Что еще попало в центр внимания корреспондентов программы «Город» расскажем прямо сейчас в эфире новости короткой строкой. В начале недели стало известно, что более 35,5 тысяч амурчан приняли участие в праймере с предварительным голосованием, организованным единороссами. Подавляющее число проголосовавших отдали предпочтение Александру Козлову. В этот же день детство в красках показали ученики художественной школы на своей выставке. На картинах в разных техниках изображены дети и взрослые, их хобби, увлечения и просто натюрморты. Все 78 работ желающие смогут оценить до конца июня в Краеведческом музее. Во вторник стало известно, что от укуса энцефалитного клеща пострадал маленький завитинец. Официально этот район при Амуре не относится к эндемичным, поэтому обязательной вакцинации ребенок не подвергался. А кадеты 6-го лицея в этот день раскинули свой палаточный лагерь на острове Богородском, что посередине реки Зея. Там они будут жить и проходить летнюю учебную практику. На новом корпусе 67-го детского сада установили памятную табличку в знак благодарности правительству Казахстана за помощь в реконструкции дошкольного учреждения. На открытии доски побывал представитель посольства республики. 14 благовещенских квартир в среду остались без электричества. Не из-за аварии и не по причине ремонтных работ на сетях. Отключение допустили сами хозяева, которые задолжали засвет. В этот же день Александр Козлов встретился и лично поздравил медалистов Дельфийских игр. Прошедшее в Орле состязание самых талантливых детей России стало для амурчан очень удачным. В четверг благовещенские спасатели заступили на дежурство. 16 парней и две девушки прошли спецкурс в МЧС и заняли свои места на спасательных вышках вдоль водоемов. Отсюда они будут обеспечивать безопасность отдыхающих. Еще 10 человек приступят к своим обязанностям позже. Амурские семьи растут. За первые пять месяцев текущего года третьим и последующим ребенком обзавелась 561 супружеская пара. Приятную тенденцию отметили на коллегии Министерства социальной защиты. Победители конкурса «Планета по имени Земля» съехались в пятницу в эколого-биологический центр. Всего более 30 ребят со всей области. Программу им устроили обширную с экскурсиями в музеи и прогулками на теплоходе. Ну и, конечно, общением с питомцами юнатки. А мы продолжаем выпуск. Раритет не для жизни. Жители старинного дома 1889 года постройки за номером 14 по улице Богдана Хмельницкого вот уже четверть века ведут неравную коммунальную войну. Вокруг деревянной одноэтажки стремительно вырастают корпусы элитных домов, а сам дом уже практически в котловане стройки. Вот только расселять его не торопятся. Почему? Попыталась разобраться наш корреспондент. Вся посуда в квартире пенсионерки Валентины Поробий с нехитрой шумоизоляцией. Через газетку, чтобы крышки не звенели, когда сваи за окном забивают. Вокруг дома кипит стройка. Все соседние дома снесли. А это деревянное здание. Обещают сравнять с землей вот уже 30 лет. Обидно самое то, что печку перекладываем. Ой, вы дураки. Чё вы делаете? Через два года сносить будут. Вот ходят, мы вот дураки. Окна делаются. Да вы дураки станут. Чё вы делаете? Сносить. Мы ещё поставили, проконопатили, закрасили. Ну как? Нас учили на Руси делать. Я для себя живу. Впрочем, аварийным дом не признан. К тому же почти все жильцы – собственники. А значит, на расселение у них только один вариант – договориться с застройщиком, который ведёт работы в этом квартале. Валентина Кирилловна и рада бы. Да говорит одна соседка против переезда. Она-то и стопорит дело. Соседка Ольга Мищенко это отрицает. Говорит, переехать хочет. Уже и список пожеланий подготовила. Себе квартиру, старшему сыну, семье невестки и взрослой внучке. Да вот только застройщик не спешит с предложениями. Когда же наконец долгожданное предложение состоится, мы решили уточнить в строительной компании. И вот, что нам рассказали. Работники нашей компании обращались в адрес жильцов дома и отлучив им варианты о расселении. Часть жильцов согласна с оптимальными требованиями. Квартира Мищенко и ещё там, не помню кто. Они отлучили требования, которые не рентабельны абсолютно. На случай, если с собственниками всё-таки не получится, договориться у компании есть план «Б». Участок под домом можно вычеркнуть из плана строительства. Тогда деревяшка останется стоять в плотном кольце из новостроек. Небывалого масштаба конференция по перспективам космической отрасли прошла на базе АМГУ. Представители Федерального космического агентства, ведущие ракетно-промышленные специалисты, власти и преподаватели обсуждали вопрос комплектации кадрами космодрома «Восточный». Потенциальным кадрам амурской молодёжи повезло больше. Для них провели космофест. На нём дали пообщаться с самыми титулованными космонавтами и показали человекоподобных роботов. Как тебя зовут? Меня зовут Тайфа. Сколько тебе лет? Полтора года. А ещё робот может рассказать, что создали его молодые талантливые ребята Саша, Даниил и Максим. А задумал Гаэль Ленджевин. Француз — автор открытого проекта «Инмуф», благодаря которому скачать чертежи робота из интернета и распечатать его на 3D-принтере может каждый. Теоретически техногуманоида можно превратить в партнёра по шахматам, помощника по дому и космического исследователя. Московская «Альфа» умеет двигать руками и говорить. В данном случае есть ноги, которые как минимум дают законченность композиции. С ними можно уже играть, дорабатывать. И может быть, мы или нам коллеги помогут в этом проекте, и мы его заставим ходить, может быть, через год, может быть, через два. Задачи сложные, очень сложные. Чего тут больше космической мечты или здоровых амбиций роботехника, так сразу и не поймёшь. На выставке такими оказались все. Приехали лучшие вузы, конструкторские бюро и НИИ страны. У них и ракеты быстрее ветра, и скафандры легче пуха. О том, что в жизни всё иначе, на другой площадке рассказывал рекордсмен Земли по суммарному времени пребывания в космосе, герой России Сергей Крикалёв. Так вот, скафандр, про который шла речь, скафандр выходной, он весит порядка 120 килограмм, чтобы было понятно. С человеком около 80 килограмм внутри, то есть это 200 килограмм массы, которую нужно ворочить. Давление в скафандре будто бы забрался на Эверест. Двигаться в нём быстрее, чем лодка на глади воды, не получится. Космический корабль летит в 10 раз быстрее, чем пуля. По возвращению на Землю космонавты адаптируются недель пять, а перед отлётом смотрят белое солнце пустыни. Кто ввёл такую традицию, сами не знают. Об этом и рассказали благовещенской молодёжи. Я не собираюсь идти на космическую специальность и что-либо связанное с этим. А собираюсь пойти на журналиста. А сюда зачем пришёл? Так для общего развития. Простой интерес уже хорошо. На нём можно построить серьёзную заинтересованность в космической отрасли. Для этого в Благовещенске уже этим летом откроют филиал Самарского аэрокосмического университета. Который будет на первых порах работать с абитуриентами, со школами, набирать студентов, первокурсников нам. И с другой стороны наложить взаимодействие с Амурским государственным университетом, с педагогическим, со всеми административными структурами для того, чтобы понять, как нам лучше выстроить систему подготовки кадров. Кадров для космодрома «Восточный». Кстати, самое первое с него полетит именно самарская ракета. Идеальная мебель. Исключительно для жизни вашего бизнеса. Торговый дом «Имидж». Амурская, 69. Внимание! Очень нужна финансовая помощь. Благовещенке Олесе Подкопаевой, преподавателю ансамбля «Ровесники», находящейся на седьмом месяце беременности, поставили диагноз «Лейкоз». Болезнь стремительно развивается. На сбор средств, необходимых для лечения, врачи дали всего две недели. Реквизиты для пожертвований на экране. Ребенок, оставшийся без родителей. Это птичка, которая не научилась летать. Это рыбка, которая не может быть куда захочет. Это мотылек за стеклом. Приемная семья дает ребенку из детского дома возможность развиваться и двигаться вперед. Приемный ребенок может стать родным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Информационное агентство «Город». Телефон рекламной службы 773-447. Здравствуйте! В эфире «Вестник Городской Думы» в студии Ольга Туманис. И к первой теме. На прошедшей неделе Благовещенск отметил 159-й день рождения. Основные торжества прошли 6 июня в субботу. В день основания же 2-го числа депутаты Городской Думы возложили цветы к памятнику основателя столицы Преамурья, святителю Иннокентию. Это праздник всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал однажды, чтобы остаться навсегда в нашем городе. Судьба города не складывается сама по себе. Ее определяют исторические обстоятельства и, главное, люди. Благовещенске всегда отличаются профессионализмом, работоспособностью, талантом и умом, радушием и гостеприимством. А главное – чувством любви к родному городу. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Накануне Дня защиты детей в одном из дворов Благовещенска ребятам сделали грандиозный подарок ценой в 300 тысяч рублей. Новая хоккейная коробка обосновалась у дома по адресу Зейская, 72. Приобрела ее управляющая компания при поддержке депутата по округу Сергея Завьялова. А собирали ледовую арену жители самостоятельно. Люди здесь очень активные, и поэтому им хочется помогать, потому что они сами облагораживают свои дворы, сами участвуют в благоустройстве. Поэтому, когда идет такая обратная связь от населения, тогда появляется желание и у управляющих компаний, и у депутатов помогать таким дворам. Детская площадка, окруженная со всех сторон жилыми домами, может похвастать современными игровыми комплексами, новыми качелями, удобными лавочками и футбольным полем с искусственным покрытием. Все это пользуется огромной популярностью у местных ребятни. Не останется без внимания и новая хоккейная коробка. Дождавшись холодов, она обязательно станет центром зимних развлечений в этом дворе. Яркий праздник побывал перед днем защиты детей и во дворе дома по Пионерской 3-1. Организовать развлечения для ребят помог депутат по округу Максим Ноженкин. Под зажигательное представление цирковой студии самые юные жители двора образно сказали «Здравствуй, лето». Именно так назвали праздник его организаторам. Большую часть хлопот взял на себя орган местной самодеятельности «Свет». Благо, опыт большой. Подобные мероприятия в этом и в соседних дворах проходят постоянно. И на Новый год, и ко дню знаний, и в другие дни. Элементарно, дети, которые живут в одном дворе, могут не познакомиться, не знать друг о друге. Здесь они знакомятся, конкурсы различные, подарки опять-таки получают. Ну, просто разрядка такая. 8 июня социальные работники России отмечают свой профессиональный праздник. За самоотверженный труд и отзывчивость специалистов в торжественной обстановке поблагодарил заместитель председателя городской думы Юрий Кузнецов. Вы посвятили себя нелегкому и благородному делу. Поддержки самых уязвимых в своем населении. Заботе о стариках и детях. Ваша профессия требует особых человеческих качеств, доброты, милосердия и терпения. От всей души желаем вам успехов в нелегкой, но такой необходимой людям работе. Забота специальная Для нас чужой проблемы нет Мы иначе зажигаем жизни свет Депутаты городской думы помогают собрать средства на обследование и лечение Вероники Сутунковой. Благотворители ищут и при помощи социальных сетей. Мамина дочь. Да? Мамина дочь. Мамина. Маленькая. Маленькой Веронике Сутунковой уже 9 лет. И все это время девочка борется с тяжелой болезнью. В 7 месяцев родившемуся по заключению врачей без патологии ребенку поставили диагноз ДЦП. В год дополнили эпилепсии. Матери предлагали отдать ребенка в приют. Говорили, что девочка будет жить как растение. Лечение, соответственно, не предлагали. Сейчас назначают только симптоматические препараты от судорог и сильнейшие успокоительные. Однако, вопреки прогнозам, Вероника стремится к нормальной жизни. Вероника вообще без приступов. Это веселый ребенок, подвижный ребенок. Ходит она на коленочках. Любит музыку. Любит гулять. Любит холод. Не тепло, не жару, как все дети. А именно, чтобы был холод. Мультики смотрит. Мы иногда спасаемся еще в ванной. Хотя нам говорили, что ванна как противопоказание к эпилепсии. Но дело в том, что только так ее можно успокоить. Занимается с Вероникой вся ее большая семья. Мама, тресестренки и брат. Говорят, очень любит девочка рисовать. Особенно хорошо удается ладить с Вероникой ее старшей 15-летней сестре Юлии. Вместе они проводят очень много времени. Она любит, когда ей кто-то поет. Ну, чаще бываю это я. Ну, на ручках любит кто-то. Купаться ходим. Шпим вместе. Любое достижение Вероники, будь то мазок кисточки или самостоятельно взятая кружка, очень радует ее родных. Ведь даже самые маленькие успехи говорят о том, что Веронике можно помочь. Обследовать девочку согласились в Хабаровске. Пробное лечение провести в Москве. На это нужны средства, которых у семьи нет. Поэтому они обратились за помощью ко всем неравнодушным людям. Помогли им и депутаты городской думы, которые не первый год поддерживают многодетную семью. Благотворительный марафон, прошедший на прошлых выходных, собрал 60 тысяч. На достигнутом останавливаться не стали. Депутат по округу Юрий Грошев предложил использовать интернет-ресурс. Мы решили продолжить сбор средств через социальные сети. Почему мы выбрали именно социальные сети? Потому что сегодняшняя молодежь довольно активно использует различные платформы, площадки для общения. И в определенный короткий промежуток времени можно охватить очень большую аудиторию. Реквизиты для привода средств Вероники указаны на ваших экранах. Активную работу ведут депутаты городской думы на своих округах, проводя в том числе встречи с избирателями. Салварян Артем Валерович, депутат по 8 округу, принимает каждый первый четверг месяца с 18 до 20.00 по адресу улица Свободная, 33, в школе номер 17. Багрова Надежда Ивановна, депутат по 18 округу, ведет прием избирателей по средам с 18 до 20.00 по улице Кузнечная, 210, филиалу КЦ. Попов Степан Вячеславович, депутат по 13 округу, принимает каждый последний четверг месяца с 17 до 18.00 по адресу улицы Чайковского, 195, дробь 1, офис 2. Калашников Сергей Владимирович, депутат по 10 округу, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам, встречается с избирателями по вторникам с 11 до 13.00 по улице Ленина, 133, кабинет 201. Чеглаков Игорь Александрович, депутат по единому муниципальному округу, встречается с избирателями пять раз в месяц. Первый и четвертый понедельник месяца с 17 до 19.00 по адресу улица Дьяченко, 2В, третий четверг месяца с 17 до 19.00 на Василенко, 11, дробь 3, а также второй и четвертый четверг месяца с 9 до 11 утра по адресу улица Ленина, 133, кабинет 206. В Сакане Александр Викторович, депутат по 7 округу, председатель комитета по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства, ведет прием два раза в месяц. Первая и третья среда месяца с 17.00 по адресу Амурская, 201, дробь 2. На этом наш выпуск завершен. Увидимся в эфире Вестника Городской Думы. В Центре эндоскопической хирургии при предъявлении полиса ОМС проводятся бесплатные эндоскопические операции. Телефон 46 46 03. В сентябре снова в школу, а ты так и не познакомился с ними. Не унывай. 30 августа в общественно-культурном центре Барбоскины устраивают крутую вечеринку. Приходи знакомиться. Справки и заказ билетов 37 02 26. Внимание! Очень нужна финансовая помощь. Благовещенке Олесе Подкопаевой, преподавателю ансамбля «Ровесники», находящейся на седьмом месяце беременности, поставили диагноз лейкоз. Болезнь стремительно развивается. На сбор средств, необходимых для лечения, врачи дали всего две недели. Реквизиты для пожертвований на экране. Только 8 и 9 октября. На сцене общественно-культурного центра. Филипп Киркоров. Со своим кремлевским шоу «Другой». Справки и заказ билетов по телефону 37 02 26.